добрый день уважаемые аспиранты чуть не сказал студенты да вы конечно далеко не студенты аспиранты начинаем очередное наше занятие с того что вы должны были получить но здесь анастасия это первоисточник вернее я первоисточник я все придумал вот должна была распространить многие уже получили я надеюсь экзаменационные вопросы их там ровно 100 штук 100 штук этих вопросов и если кто-то уже хотя бы такой общий предварительный анализ провел видно что по педагогике всего ничего вопросов в конце там да где-то чуть больше 10 это отражает истинный план истинный вернее не план до а ход прохождения нашей дисциплины не остается время на педагогику поэтому большинство тем будут психологически из тех что мы реально проходили то есть как я вам и обещал вот на самом экзамене по одному вопросу на человека будет ну какие вопросы естественно предварительно я не могу вам дать иначе весь смысл этого это мероприятие под названием экзамен будет как говорится не будет иметь никакого смысла понятно вот те которые особенно значит тот к 7 до хотя и бродим то есть аспирант из египта надеюсь что он получил до анастасия всем-то там ну да отправлял ну раз отправляла должны конечно получить там если такой значок появилась да это самое что письмо отправлено ну значит и ничего не было в ответ вот там по каким-то причинам не можем доставить и так далее должны так холиоси сармалина визу да все будете отмечены значит что у нас по прохождению и так сегодня мы с вами знать мы с на прошлом занятии начали общее индивидуальное психики человека и дошли до индивидуальности да то есть крайнее проявление именно индивидуальных черт заключено именно в этом понятии в понятии индивидуальности это то что отличает каждого человека от себе подобных и позволяет на при допустим оказание психологической помощи при диагностике различных отклонений и ориентироваться именно на эти индивидуальные качества ну и среди этих индивидуальных качеств целый ряд выделяется но напомню что всеми этими вопросами занимается так называемая дифференциальная психология есть психология общая до закономерности безусловно никто не может отменить а вот частностями называется именно дифференциальная психология и соответственно вот эта самая индивидуальность она включает себя целый ряд компонентов согласно которым мы можем оценивать конкретную личность с точки зрения ее индивидуальных черт и соответственно больше без предварительно без дальнейших общих рассуждений давайте эти компоненты эти составные части индивидуальности описывать значит я естественно заострю внимание на самых главных из них в начале такое общее перечисление и так значит компоненты индивидуальности или составные части индивидуальности индивидуально первое это направленность 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 ну это можно сказать важнейшая и самая первая такая общая характеристика свойства личности в которым выражается динамика развития человека динамика развития человека как общественного существа динамика развития человека как общественного существа 2. Главные тенденции его поведения. С точки зрения дифференциальной психологии направленность не так, это, конечно, важна она, но она не так много информации о человеке содержит, только самое общее представление, направленность. Следующее – это потребность. Потребность – это испытываемая человеком нужда в определенных условиях жизни и развития. Потребность – это потребность. Следующее – это мотивация. Мотивация – это относительно устойчивая. Относительно устойчивая и индивидуально неповторимая система мотивов. Относительно устойчивая и индивидуально неповторимая система мотивов. Ну, что такое мотив? Мотив – это такое побуждение к деятельности. Оно, конечно, связано с потребностью, в какой-то степени даже связано с направленностью. То есть, человек в каком-то конкретном государстве, обществе, в конкретной социальной группе, обладающей какими-то определенными моральными, психологическими качествами, веротерпимостью или, наоборот, фанатично верующей и так далее. То есть, некое побуждение. Ну, мотив вообще предполагает знание о каких-то материальных или идеальных объектах, которые могут удовлетворить потребности, которые могут насытить жизнь вот этого конкретного индивида. Знание о тех материальных или идейных объектах, которые способны удовлетворить потребности. А вот совокупность этих мотивов – мотивация. Следующие будут три компонента, три характеристики, самые важные для того, чтобы изучить и составить представление о человеке как индивидуальности. Итак, следующая характеристика, следующий компонент – это темперамент. Сразу мы представили старину Гиппократа с его гуморальной теорией, мы еще будем говорить об этом. Темперамент – это характеристика индивида. Характеристика индивида. Характеристика индивида. С точки зрения, с точки зрения нервно-динамических особенностей. Нервно-динамических особенностей. Да, добрый день, все, кто сейчас подключился. Да. Динамических особенностей. Его психической деятельности. Так, вот семейства Труниных не было, да, на прошлом занятии. Я сейчас просто вижу Трунин, да, еще обратил внимание, что его не было. Там Дмитрий, еще должна быть Елизавета, да, Трунина. Ну вот видите, начинается. Вот не было Труниных на прошлом занятии. У меня не отмечено. Трунин Дмитрий, Трунина Елизавета. Так, с точки зрения, да, с точки зрения нервно-динамических особенностей. Это очень важно. Ну, единственное, что нервно-динамические особенности, различные, так сказать, исследователи, там, медики и философы, они по-разному, да, истоки. Ну, Диппократ, там, на жидкости, да, гуморальная теория. Вот, а Эрнст Кречмер, ну, собственно говоря, мы только две теории и сможем рассмотреть. Это Диппократову и Кречмерскую. А больше у нас не будет времени. Вообще, у нас вот по этой теме, она большая, общая индивидуальная психика человека, дифференциальная, значит, психология. У нас, кроме сегодняшнего, только еще следующее занятие. Никак по времени больше не получается. Так, Никита Колганов, да, Артемьев, добрый день. Так, ну, продолжим. Именно нервно-динамических особенностей его психической деятельности. Следующий компонент, не менее важный, чем темперамент, это способности. Способности. Что такое способности? Это психические свойства, психические свойства, являющиеся, являющиеся условием, являющиеся, вернее, условиями, да, конечно же, в множественном числе, являющиеся условиями успешного выполнения, успешного выполнения какой-либо одной, какой-либо одной или нескольких видов деятельности. Какой-либо одной или нескольких видов деятельности. Или нескольких видов деятельности. О способностях мы, конечно, еще будем говорить, Но вообще не все с ними ясно способностями. Ну и вы, наверное, смутно догадываетесь, что какие-то из них передаются по наследству с помощью довольно сложного аппарата вот этих генно-наследственных свойств, а некоторые приобретаются. Ну вот даже по социальному составу нынешнего общества можно увидеть, что сейчас большинство людей, ну вообще такая тенденция к узкой специализации в той или иной сфере деятельности. Так было далеко не всегда. Если взять, например, конец 19-го, начало 20-го века, если кто вспомнит произведения Жюля Верна, ну я не знаю, читают ли современные молодые люди эти произведения, ну может быть, знаете хотя бы, да, кто это такой, о чем писал. Вот он прославлял именно таких вот энциклопедистов, причем не каких-нибудь там философов эпохи, ну скажем так, просвещения, да, с которыми Екатерина II переписывалась, а именно энциклопедисты практики, да, инженеры всевозможные, ученые, исследователи, все эти аронаксы, да, все эти Сайрусы, Смиты, удивительные люди, которые все могли, ну вот на острове сокровищ, если кто представляет, о чем речь идет. Вот благодаря, значит, знаниям и энергии этого Сайруса Смита, который был настоящий инженер, вот они сумели выжить, да, эти, так сказать, потерпевшие кораблекрушения люди сумели выжить на необитаемом острове. Он абсолютно все знал и абсолютно все и умел. Тогда была такая тенденция. Ну она продолжалась почти весь 20-й век, но 21-й век это, увы, уже, увы, значит, совсем другие требования к способностям предъявляет. Но, тем не менее, значит, разговор о способностях еще мы продолжим. Тем не менее, значит, вот успешное выполнение может быть далеко не только в одной какой-то сфере деятельности, но и многосторонние могут. Ну разные, тоже есть примеры в истории. Вот, да, «Таинственный остров», да, Брашитов Артур, если читал, то, в смысле, если не прочитал, хотя, ну, говорят, что современные молодые люди, у них клиповое мышление, да, а там толстенные такие романы, да. Жюль Верн писал на совесть, ну, примерно как Дюма, да, как, допустим, кто там, все эти Стейнбетти, допустим, Теодоры Драйзера и так далее. Ну, писали так писали, у нас это Толстой и Достоевский. Ну, кто сейчас прочитает? Тяжело, да. Ну, тем не менее, лучше все-таки осилить, постараться. И третий из важнейших компонентов – это характер. Итак, вот важнейших можно выделить в общей перечне, темперамент, способности мы рассмотрели. Теперь характер, характер. И это вот тоже интересное определение – совокупность, совокупность стержневых, стержневых. Понимаете, сказать, например, на каких-то основополагающих прозвучит не так убедительно, а именно стержневых, совокупность стержневых, прижизненно формируемых свойств. Прижизненно формируемых свойств. Свойств. Можно теперь поставить отношений человека к миру. Отношений человека к миру. И это все очень серьезно. Способности можно развить, да, мотивацию можно изменить, а вот с характером поделать почти ничего невозможно. Отношений человека к миру. Накладывающих отпечаток, накладывающих отпечаток, на все его действия и поступки. Накладывающих отпечаток на все его действия и поступки. Характер – это серьезно. Изменить характер почти не получается, да. Но попытки, конечно, бывают, да. И чаще всего кто старается изменить характер кого, как вы думаете? Самый бытовой пример, лежащий на поверхности. Жена мужа, конечно, да. А, родители детей, что ли, да? Ну, родителей много, вы знаете, современных родителей, которые так уж умеют, значит, управляться с детьми. Ну, когда дети маленькие, еще куда не шло, да. Хотя все же смотрят в другие страны, да. Супруди друг друга. Ну, Тимур Муханов, конечно, так выразился довольно нейтрально, да, супруди. Ну, как правило, жена норовит подчинить мужа, да. Очень редко. Ну, это должно быть традиционное общество, понимаете? Традиционное общество, ну, скажем так, в христианских странах почти не существует. Оно сохраняется с большим трудом, ну, например, там, в России, да, в какой-то степени. Вот, допустим, та же православная Греция или Румыния, уже они не столь традиционно, они подвержены западным ценностям. Западные ценности, конечно, совсем другие. А так вот, в основном, конечно, эта жена старается изменить характер мужа. Искренне не понимает, почему он, значит, вот такой глупый, да, что не знаешь, что так же лучше будет, да. То есть, пока не женился, не подразумевал, что я неправильно ставлю молоко в холодильник, да. А тут выяснилось, что да, действительно неправильно. Вот, бывает такое. Ну, это, как правило, заведомо неудачная идея изменить характер. Эти мужья потом переживают различные комплексы, ну, или там, члены семьи. Они могут, в конце концов, выйти из повиновения, зачастую с весьма непредсказуемым исходом. Поэтому характер – это, пожалуй, самое важное, что существует в индивидуальности каждого человека. Итак, значит, темперамент, способности и характер мы специально выделили. Мы немного еще их прокомментируем после того, как другие компоненты я вам назову. Следующий компонент, следующая составная часть индивидуальности – это эмоциональность. Эмоциональность. Видите, эмоциональность уже производная, да, от темперамента. Эмоциональность. Но, тем не менее, эмоциональность – это совокупность качеств, описывающих динамику возникновения, и прекращение, и прекращение эмоциональных состояний, описывающих динамику возникновения. Да, добрый день, Арсений Пекалов. Возникновение. Протекание. И прекращение. Прекращение эмоциональных состояний. Или, другими словами, это чувствительность к эмоциональным ситуациям. Эмоциональным ситуациям. Конечно, эмоциональность в какой-то степени можно считать производной от темперамента, да. И если темперамент такой, предполагающий повышенную эмоциональность, скорее всего, так оно и будет. Но не всегда. Поэтому прямо вот такую и выделяется эмоциональность в качестве, пусть и близкой, но, тем не менее, самостоятельной черты индивидуальности. Эмоциональность. Следующее – это активность. 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 Это мера взаимодействия. Мера взаимодействия субъекта с окружающей действительностью. Мера взаимодействия субъекта с окружающей действительностью. Окружающей действительностью. Ну, а проявляется она в чем? в интенсивности, в интенсивности продолжительности и частоте выполняемых действий. Выполняемых действий в любого рода деятельности, в любого рода деятельности. Это активность. Тоже, сами понимаете, вполне можно считать ее как производную, например, от того же темперамента и от мотивации. Если очень надо, мы будем активны. Если надо, не очень, мы проявим, так сказать, разумную сдержанность, которая часто называется, а в чем еще раз проявляется? Проявляется в активность, в интенсивности, продолжительности и частоте. В интенсивности, продолжительности и частоте выполняемых действий. В деятельности, ну, любого рода, в деятельности любого рода. Итак, если есть мотивация, мы будем активны, если мотивации нет, мы будем разумно сдержаны. Это окружающие будут называть ленью, допустим, да, но лень, как считали многие, не самые последние люди в истории человечества, это двигатель, как говорится, прогресса, да. Ну, по-разному можно относиться. Ну, еще, так сказать, Шар-Луи де Монтескле, ну, правильно, конечно, Монтескле называть, но, значит, вот он, так сказать, объяснял, что на севере люди трудолюбивые, но это мало чего им дает, потому что слишком суровый климат, и их трудолюбие, инициативность не дают нужных плодов, да. На юге, наоборот, люди ленивые из-за того, что все и так растет, и плоды сами, можно сказать, падают в деревьях. А вот в центре, там, где живут французы, францы, вот там самые лучшие люди именно в плане, так сказать, мотивации, в меру активны и в меру результативны. Ну, его там уже в позднейшие времена и в шовинизме, так сказать, упрекали, и считают одним из основателей геополитики. Ну, в общем, значит, разумное основание здесь есть. Дальше, следующее, еще пару, тройку запишем таких черт, следующее – это саморегуляция. Саморегуляция. Ну, саморегуляция у нас, видите, чуть ли не в последних строчках. Почему? Потому что далеко не всем она вообще присуща, не всем индивидуальности. Саморегуляция – это регуляция субъектом своего поведения и деятельности. Регуляция субъектом своего поведения и деятельности. И деятельность. И давайте еще отметим волю. Вот у нас воли темы не будет, и в этих самых вопросах экзаменационных тоже темы воли не будет. Ну, не успеваем мы. Вот в двух словах по ней не объяснишь, а такая тема у нас никак не вписывается. Ну, давайте сейчас запишем, что такое воля. Воля – это потребность в преодолении препятствий. Там у нас были обычные потребности, ну, например, допустим, достижение каких-то радостей жизни. А здесь воля – это потребность в преодолении препятствий. Можно даже сильнее сказать, усилить эту мысль. Это сознательная воля, сознательная мобилизация личностью, сознательная мобилизация личностью своих психических и физических возможностей. Сознательная мобилизация личностью своих психических и физических возможностей для преодоления трудностей и препятствий. Трудности и препятствий. Есть психологи, специально занимающиеся проблемой воли, там у них трудный мир, легкий мир, допустим. Легкий мир – тут особо нет повода проявлять волю, а вот если трудный мир – совсем другое дело. Ну, так или иначе, значит, о воле мы больше говорить не будем, но вот из этих черт, из этих компонентов, из этих свойств индивидуальности вытекают потенциалы, да, потенциалы. То есть, если мы, допустим, изучаем человека, вот по этим мы пробежались к чертам и составляем, естественно, себе мнение. Ну, представьте себя в роли психолога, психолога. Да, добрый день, Илюхин, да, Андрей, очень приятно. Вот, представляйте себя в роли психолога. Конечно, мы должны сделать какие-то выводы, да, как-то подытожить. Для чего иначе? Ну, вот мы узнали массу интересного, массу нового, да. Мы не можем, так сказать, на этом поставить точку, нам нужно сделать вывод. И вот как бы, значит, совокупность вот этих черт дает нам, дает нам, потенциальным психологам, 5 человеческих потенциалов, 5 человеческих потенциалов. Здесь тоже будет, да, Иван Жаров, добрый день. Здесь тоже будет перечисление такое с комментариями, 5 человеческих потенциалов. Потенциалов. Первый потенциал – это познавательный или гносиологический. Гносиологический. Познавательный или гносиологический потенциал определяется объемом и качеством информации, который располагает личность. Ну, откуда берется эта информация? Она складывается из знаний о внешнем мире. Внешний мир – это, допустим, окружающая среда, природная. Если мы живем где-то там, ну, хотя бы в сельской местности или тем более на отшибе, то нам в первую очередь интересует окружающая среда в плане, допустим, растений, животных, природы, климата и так далее. Ну, и, конечно же, социальная. Большинство людей, увы, не просто живет в социальном обществе, а ультрасоциальном. То есть, урбанизация, человейники, ограниченная среда восприятия – это дома, стены, допустим, дороги, да, шоссейные, асфальт, через которые робкие какие-то роски пробиваются. Ну, есть, конечно, зеленые насаждения, их сравнительно немного, они ограничиваются. Поэтому социальная, конечно, у современного человека преобладает, да, среда в формировании вот этого гносиологического потенциала. Вот, теперь и второй компонент – это самопознание, да, самопознание, 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 самопознание. Ну, и в зависимости от, так сказать, величины этого потенциала можно сделать выводы о психологических качествах, да, то есть, можно не обязательно идти от анализа к синтезу, но и от синтеза, опять же, к анализу, зная потенциал, можно предполагать себе, какие психологические качества присущи тому или иному человеку, тому или иному индивиду. Следующий, второй вид потенциала – это аксиологический. Аксиологический – это в скобках ценностный потенциал. Аксиологический или ценностный потенциал личности. Ну, обычно традиционная психология привязывает аксиологический ценностный потенциал, привязывает к процессу социализации. Если процесс социализации не наблюдается, или есть какие-то пробелы, провалы в нем, или он, допустим, несовершенен в том плане, что, например, там, какой-нибудь ребенок где-нибудь в заперти общается только с очень узким кругом лиц, ну, например, с одним или двумя родителями или еще тем. Естественность будет соответствующий и потенциал. Но, тем не менее, если все нормально, если процесс социализации, так, Маматкаримов, идет, то, соответственно, значит, что означает? Это систему ценностной, ну, конечно, приобретенных человеком, да, систему ценностных ориентаций, ценностных ориентаций, ну, в самых разных областях. В нравственной, политической, политической, заметьте, религиозной, религиозной, эстетической, эстетической сферы. В нравственной, политической, религиозной, эстетической. Ну, на практике это что? Это убеждения, это идеалы, жизненные цели и устремления. Ну, например, устремление узнать еще лучше, да? Или, например, получить второе образование. Ну, звучит несколько архаично, конечно, да? Ну, по крайней мере, во времена С.Л. Рубинштейнов и других, так сказать, знаменитых психологов, выгодских и прочих, выгодских, вернее. Это все казалось само собой разумеющимся. Действительно, человек постоянно развивается, впитывает новые знания, стремится еще больше расширить круг знаний. Вот, что интересно, да, обилие информации, оно вовсе не перешло в какую-то стойкую тенденцию, что, допустим, легкость доступа к информации, она побуждает интерес к этой информации, да? Как правило, все наоборот, ну, за малым исключением. Но мы говорили, что есть еще и мотивация, да, все от этого зависит. Вот, ну, иногда просто удивляешься, насколько люди вот проводят в различных, так сказать, интернет-ресурсах, насколько они, значит, так вот относятся странно к этому, к этим своим возможностям. Вот, вместо того, чтобы сидеть в библиотеках, там, тем более, вот, я в свое время много работал в архивах, это целое, ну, в военном, собственно, одном архиве, в Подольском, в Центральном архиве Министерства обороны, добиться разрешения, там что-то найти, это целая история, это днями надо сидеть напролет, выислить, да? Сейчас все оцифровано, все оно есть, пожалуйста, постигай, развивайся. Нет, мы будем катать шарики, заниматься всякими глупостями и общаться с себе подобными, да? Конечно, большинство, ну, может быть, вам 25-26, как вы говорили уже вы, перешли эту грань, может, она свойственна все-таки совсем нежному возрасту, но вот совсем нежный возраст, старшеклассники и студенты первых курсов, да, как правило, они не сильно заморачиваются. Тем не менее, вот этот ценностный потенциал, он существует, но действительно при обладании определенным кругом знаний, соответственно, рано или поздно, или почти неизбежно, вот эти ценности, они, значит, конечно, высвечиваются во всей своей полноте. Что особенно ценно для каждого конкретного человека? Не забываем, что мы говорим о дифференциальной психологии. Что менее ценное, что вообще можно отбросить? Это тоже важно, да, есть люди всеядные, другая, так сказать, другая ипостась, значит, как бы противоположности, пофигистам, да, которым ничего не интересно, те, которые за все хватаются. Это тоже не совсем, просто-напросто не хватит вот этого потенциала для постижения всего и одинаковой оценки. Итак, это был аксиологический. Следующий – это творческий потенциал личности. Творческий потенциал личности. Вот мы со всем разобрались, да, мы набрали знаний, мы оценили их по значимости, теперь самое время поговорить о творческом потенциале. Творческий потенциал личности определяется полученными ею и самостоятельно выработанными, заметьте, самостоятельно выработанными умениями и навыками. Умениями и навыками. То есть умением применить полученные знания, реализовать два предыдущих потенциала. Ну и прямо скажем, конечно же, надо добавить, значит, умениями и навыками, способностями к действию как созидательному, так и разрушительному. Как созидательному, так и разрушительному. Так и разрушительному. Ну, единственное, что разрушительность действий обычно проявляется уже после, да, с точки зрения оценки других людей. Ну, а так, большинство там, ну, всевозможных диктаторов, злодеев, ну, правда, не все злодеи стали, злодейсти, как их описывают в дальнейшем, да. Вот, у них-то мотивация была другая, они думали, что так лучше будет, да, так лучше будет. Вот, а в результате, соответственно, получилось именно разрушительное, разрушительный характер деятельности по оценке, как правило, уже последующих поколений. Ну, и также можно продуктивному или репродуктивному, да, действию, репродуктивному или репродуктивному. Вот. Ну и, собственно говоря, мерой их реализации вот этого творческого потенциала или творческих способностей, мерой реализации творческого потенциала, ну, определяется, конечно, успехом, да, или не успехом. Успехом или не успехом в той или иной сфере. В той или иной сфере. Ну, сфера может быть трудовая, может быть какая-нибудь там организаторская, административная, может быть, в конце концов, критическая деятельность, да. То есть, везде могут быть творческие начала, ну, конечно, их может не быть. Творчество – дело такое, не всем дано. Следующий вид потенциала – это коммуникативный потенциал. Коммуникативный потенциал. Коммуникативный. И этот потенциал личности определяется мерой и формами ее общительности, характером и прочностью контактов, устанавливаемых с другими людьми. Устанавливаемых с другими людьми. Ну, и специалисты вот в психологии, не только в психологии, в той же социологии и даже вот, так сказать, где там еще, в политологии тоже иногда. В общем, все это называется, значит, что касается коммуникативности – это системой социальных ролей, системой социальных ролей, системой социальных ролей. Ну, это, пожалуй, более правильно, да, сказать, потому что вот когда мы говорим там, ну, общительность, например, да, ну, есть типы темперамента, который вообще свойственен общительности. Сангвиник тоже, да. Ну, не может быть сангвиник, на то он и сангвиник, чтобы, так сказать, где-то там сидеть, заниматься интроверсией, да, вот в наушниках, допустим, там, перед лицом экранчик, ни до чего ему дела нет. Ну, правда, тут можно и с аутистами в наше время их перепутать, тем не менее. Вот, он тогда не будет сангвиником. Сангвиник должен общаться, да, он должен быть душой компании, он должен придумывать, прикалываться, да, козу там, если общее фото обязательно над теми микрошки, да. Вот это сангвиник, очень редкие исключения, но, тем не менее, а вот социальные роли – это более серьезно, потому что даже если мы не общительны от природы, мы можем вполне себе развить это, эти качества, потому что это требуется, вот, в соответствии с той или иной ролью. Ну, видите, здесь все тесно переплетено и с мотивацией, да, как мы говорили, и с потребностями, но, тем не менее, социальные роли. Это вот коммуникативный был потенциал. Следующий – это художественный потенциал. Художественный потенциал личности определяется уровнем, содержанием, уровнем, содержанием и интенсивностью, уровнем, содержанием, интенсивностью ее художественных потребностей, художественных потребностей и тем, как она ее, ой, вернее, их, их потребности, да, их удовлетворяет, как она их удовлетворяет. Удовлетворяет. Ну, конечно, художественная активность личности, она проявляется по-разному, да. Она может проявляться в творчестве, допустим, в профессиональном или самодеятельном, профессиональном или самодеятельном. Как многие артисты пишут, вот поступил, допустим, там в МАИ или в МФТИ, ну, больше всего в МАИ, а потом понял, что не мое, да, там чего-то. Увлекся самодеятельностью художественной, понравилось. Ну, правильно, чем, допустим, какие-нибудь сложные инженерные расчеты, там, самолеты, попробуй, там, что-нибудь придумай, да, рассчитай, это же сложно. А покривляться на сцене, ну, можно, конечно, умело кривляться, раз, и пошел по линии. Потом гитисы всякие, щепки, щуки, и вот уже мелькает на экране, да, и уважаемый человек, все его любят, значит, все, так сказать, подписываются в Инстаграме, да, хотя чего там, собственно, подписываться, но, тем не менее. Ну, вот, это сейчас в Инстаграме, раньше там всякие выразки из журнала «Советский экран» охранили, ну, в основном, девушки, да, своих кумиров. Вот, а так изначально в МАИ должен был учиться, может быть, был бы неплохим инженером, но нет, не получилось неплохого инженера, может быть, талантливо. А получился лицидей с той или иной степенью, так сказать, талантливости. Ну, и также может реализовываться в потреблении, ну, единственное, что это потребление, конечно, в кавычке, возьмем, в потреблении произведения искусства. То же самое, есть люди совершенно чуждые, да, всякому эстетизму и художественному интересу, да, им это вообще не нужно. А есть те, которые даже не будучи, ну, или, может быть, похоронившие способности с огромным интересом, потребляющие произведения, допустим, живописи, да, слушающие классическую музыку, просто-напросто угорающие от него, да, от нее. Вот, всякие там осматривающие скульптуры или архитектурные ансамбли и так далее. Ну, что делать? Каждому свое. Ну, значит, пусть другой гениально играет на флейте, но еще гениальнее слушали вы, да. То есть, еще и потребление. Ну, потребление, конечно, в кавычках. Вот. Ну, и, собственно говоря, можно подвести итог, что личность определяется как своим характером, да, характер все-таки в первой основе, да, как своим характером. Вот. Ну, и, конечно, тут и темперамент, и физические всякие качества, но и тем, во-первых, что и как она, то есть, личность знает, что и как она знает. Второе. Второе. Что и как она ценит. Что и как она ценит. Это аксиология. Третье. Что и как она, личность, созидает это творчество. Это творчество созидает. Четвертое. Четвертое. С кем и как она общается. С кем и как она общается. Это коммуникация. С кем и как она общается. Ну, и, пятых, каковы ее личности, художественные потребности. И как она их удовлетворяет. И как она их удовлетворяет. Как она их удовлетворяет. Ну, правда, психологи подводили итоги, психологи, так сказать, старой волны, да, подводили итоги еще и тем, что, дескать, а вот, насколько она ответственно относится к своей жизни. Это была такая фишка. Сейчас это даже как-то неловко и произносить. Ну, вот я произнес, ну, что. Можно тут же прокомментировать, да. Да. Художественная – это способность потреблять сурчинка. Творческая же, мы говорили, в разных областях может проявляться. Тоже не очень этот момент понятен. Ну, творчество же в любой этой самой области, да. А художественная, ну, это все-таки как-то ближе к искусству, да. Ближе к искусству. Ну, условная граница, конечно. Ну, есть такие искусники, но в основном это, конечно, профессии. Такие вот трудовые, где действительно очень высокие, ну, какие-нибудь там искусные, ну, кто там, например, там, летещики или резчики по кости, да. Да, действительно, тут это уже настоящее искусство, хотя изначально они занимаются по своей профессии, вроде как реализуют себя как творческая личность, да. Ну, согласен, может быть, не такая здесь жесткая граница между ними, но согласитесь, все-таки художественный больше в сторону искусства направлен. А творческий – это именно во всех областях, что-то созидать, что-то созидать. И плюс художественный – это еще и потреблять. Творчество предполагает все-таки почти исключительно созидание, почти исключительно созидание. Ну, и теперь, соответственно, мы рассмотрим вот самые основные мы компоненты способности, темперамент и характер рассмотрели, да. И вот способности, буквально, значит, немного о них. Это можно записать отдельным вопросом в лекции, отдельным вопросом, ну, или там под заголовком способности. Способности, ну, вернее, так запишем, усилив впечатление, способности как проявление индивидуального психики. Индивидуального способности – одно из самых главных, да, одни из самых главных компонентов индивидуальности. Индивидуальность переходит в личности, и способности, конечно, очень во многом определяет результативность того или иного человека. Ну, можно дать такое определение. Что такое способности? Это определение не единственное. Можно найти и другие, если, допустим, погуглить или поэндексить насчет способности. Ну, я думаю, что достаточно будет одного определения. Итак, способности – это индивидуально-психологические особенности личности. Индивидуально-психологические особенности личности. Обеспечивающие успех в деятельности. В общении. В общении. Давайте еще добавим сюда общение. В общении. И легкость овладения ими. И легкость овладения ими. Ну, есть такое не сильно научное определение получается, да. Еще раз повторю, оно не единственное. Но зато все понятно, да. И легкость овладения ими. Причем вот здесь такой, можно сказать, психологический парадокс. Тоже вы можете сказать. А вот тут не совсем понятно. Ну, вот попытайтесь, значит, уяснить, что способности, конечно же, не могут быть сведены к знаниям, да. Вот, к объему знаний, к знаниям, к умениям, к навыкам, к умениям, навыкам, имеющимся у человека. Ну, фактически у каждого человека они имеются, имеющимся ученым. Но зато способности обеспечивают их быстрое приобретение, фиксацию, их быстрое приобретение, фиксацию и, самое главное, эффективное практическое применение. То есть, это как бы катализатор, да. Можно иметь большие знания, но не уметь их реализовать. Ну, в наше время это все чаще встречается, может быть, кто-то встречал, так сказать, эффект Вассермана, да. Есть такой знаток, всего и вся, знаете, да, бородатый такой. В рекламах мелькает. Ну, вот насколько он может свои знания реализовывать, большой вопрос. Знает почти все, вот. А так ли это нужно, спрашивают многие, так сказать, исследователи нашего непростого времени. Ну, конечно, социума современного. Так ли это нужно, да. С одной стороны, везде требуется узкая специализация, а вот есть люди, которые все знают. Так вот, способности, конечно, от объема знаний отличаются. Это своего рода катализатор. И можно их тоже классифицировать. Можно классифицировать. Классифицировать. Ну, самая общая классификация на две группы – это природные способности. Их чаще называют естественные, природные или естественные способности. Или естественные способности, в основе которых лежат биологически обусловленные, биологически обусловленные, связанные с врожденными задатками, с врожденными задатками, формирующиеся через механизм научения, формирующееся через механизм научения, научение типа условно-рефлекторных связей. Типа условно-рефлекторных связей. Типа условно-рефлекторных связей. Да, светличный. Да, никто не сомневался, что светличный рано или поздно подключится. Никогда не пропускал, поэтому чего бы ему пропустить. Ну, тоже вроде как не совсем понятно, да, кто там, Сурченко, да, он может задать вопрос. Значит, смотрите, как это будет проявляться. Вот вроде как и, значит, что значит механизм научения типа условно-рефлекторных связей. Вот смотрите, отец, например, да, у него сын, да, сын пока небольшой. Отец большой, значит, любитель, специалист, у него способности, они в свое время были реализованы. Ну, в какой-то вот области, например, там, радиоэлектроники, да, или вообще радиосвязи. Вот он обожает, например, собирать своими руками. Раньше таких много было. Значит, коротковолновые радиоприемники, да, подключаться, слушать там вражеские голоса. Ну, может, не вражеские голоса, еще совсем далеко. Принимали, значит, сигналы сами, представляете, с помощью самими ими созданными радиоприемниками, например, с каких-то полярных станций. Или там с ледоколов, которые, типа Челюстин, который терпит бедствие. Это была целая такая, значит, компания, да, вот там, значит, друг перед другом соревновались и так далее. То есть вот отец знаменит в этом, достиг больших успехов, его это искренне, истинно, всегда было настоящим истинным призванием, он интересовался. Вот у него сын, да. Сын еще маленький, он еще только учится, да, наблюдает за взрослым. Мы с вами уже говорили, как это все происходит. Вон тоногенезе, да, в становлении, взрослении, значит, человек от маленького возраста к большому, вот, он пока еще неизвестно, чем будет заниматься, к чему способности. Но если отец, вот он, значит, окружен этими деталями, паяльниками, да, всевозможными диодами, триодами, пентодами и прочими, вот, соответственно, и ребенок, скорее всего, свои вот эти способности реализовать будет именно в этой области. Если посмотреть биографии, то так бывает часто. Иногда бывает по-другому, но бывает по-другому, когда, например, родители какого-нибудь в будущем великого человека, да, писателя, поэта, композитора или политического деятеля, стараются его, например, засунуть в Борсу, да, в духовное училище. Пусть будет по моим стопам, идет из семьи священника, будет священник. Они там всячески протестуют, да. Или там Софья Ковалевская, великий математик. Ну, откуда ей было быть математиком в те времена? Так же не принимали в Академию наук никаких женщин, с какой-то стати, да, в российской. Пришлось в Швеции, да, себя реализовывать, в Стокгольме. Все врачи, да, Иван, и что ты не прошел по врачебной линии? Значит, они мало тебе показывали скальпели, там, всякие ланцеты, да, стетоскопы, принесенные с работы или что там. Йод-зеленку не мазали тебя, да. Я крови боюсь, вот видишь, крови боюсь. А может быть, ты бы себя преодолел бы, значит, первоначальный позыв испугаться крови. И был бы, допустим, замечательным хирургом. Или если не хирургом, то хотя бы невропатологом, допустим, да, мало ли. Там логопедом, еще каким-нибудь реализовал бы себя. Так что это не просто так, вот когда, значит, ребенок на уровне условно-ревеликторных связей получает, значит, потребность в реализации именно данного видоспособности. Это не просто так. Значит, ну, не всегда так бывает, согласен, бывают исключения. Или, например, там, допустим, видели кого-то на военной службе, там, типа композитора Тюи, допустим, он даже закончил военно-инженерную академию, а потом пошел по линии творения, что, значит, музы его посетили, и он стал писать очень неплохую музыку. Ну, он не очень известен, но это не умаляет, так сказать, его малоизвестности, качество его музыкальных произведений. То есть по-разному, конечно, бывает, но тем не менее. Это мы все говорили о природных или естественных способностях. И второй большой класс способностей – это специфические человеческие способности. специфические человеческие способности. Они имеют общественно-историческое происхождение и обеспечивают жизнь и развитие в социальной среде. И эти способности гораздо более востребованы, гораздо чаще проявляют себя. Имеют общественно-историческое происхождение и обеспечивают жизнь и развитие в социальной среде. Вот их условно можно разделить, в свою очередь, на тоже, на несколько, так сказать, классов, эти самые специфические способности. Ну, тут довольно причудливая будет, так сказать, классификация по разным основаниям. Ну, например, допустим, общие, да, значит, общие способности. Общие, например, это умственные способности. Это, допустим, развитые память, речь, например, точность и чёткость движений рук, да, точность и чёткость движений рук. И специальные, 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 определяющие успехи человека в отдельных видах деятельности и общения. В отдельных видах деятельности и общения. ну где как раз необходимы особые особого рода задатки да ну например способности математические математические если вы еще сейчас да да здравствуй алар барсидиан так ну через некоторым уже можно быть скрин высылать сейчас большинство подключится так значит еще вы если вы мне скажете что в семье математиков потомственных родился вдруг не математик от с трудом можно будет поверить нет тут среди присутствующих таких примеров до математические дальше технические способности дальше литературно-лингвистический литературно-лингвистический понятно да что они проявляются несколько позже но как правило в школе где-то там уже ближе к средине обучения если не к концу лингвист литературно-лингвистический или художественно-творчестве или художественно-творчестве или очень рано проявляются до благодаря современной системе это в какой отрасли нашей жизни немаловажной способности в какой сфере рано проявляются и если они проявились то считайте что вы без внимания соответствующих специалистов не останетесь если эти ваши эти специалисты ваш вас выдернут откуда угодно и направят по какой стезе где на рано достаточно проявляются способности и главное есть масса людей которые внимательно отслеживают таких способных детей спорт конечно дмитрий дудин спорте безусловно ну информационные то александр но сейчас информационные способности сказать это значит не сказать ничего это вы имеете ввиду блогеров да блогеров ну вот если мы заходим допустим подписано на блог какой-то на кого-нибудь да иногда просто удивляешься убожеству до этих блогеров но тем не менее подписчиков много это опять же вот ни о чем не говорить ни о каких-то особых способностей это скорее активность да активность ну или на так сказать умение разобраться в текущей ситуации чем моложе человек тем лучше он разбирается в текущей ситуации вот в этом информационном обществе поэтому вот информационные а вот спорт самое что ни на есть пример да спорт действительно спорт почему потому что спорт сейчас абсолютно весь профессионален и его еще называют спорт высоких достижений да вот если кто занимался в детстве хотя ваше поколение не столь уже характерно наверное вот поколение ваших допустим родителей да они например занимались каких-то секциях потом идет отбор отсев ну по крайней мере если секция плавания то значит на всю жизнь научиться хорошо плавать если шахмат значит на всю жизнь он научится играть шахматы да но если непрофессионально то на весьма высоком уровне ну или там допустим играть футбол или в баскетбол и волейбол соответственно вот сейчас все не так сейчас отслеживают на самых ранних стадиях истинно способных детей которые будут показывать не просто высокие а сверх высотние результаты но смотрите например взять тот же футбол ну кто знал про парнишку из провинциального росарио да в аргентине вместе абсолютно ничем нет нельзя из простой семьи тем более в детстве был настоящим аутистом результате вот гоняет забивает голы его все всемирный конкурент роналду да вот тот самый криштиану криш он вообще на острове мадейра родился писать есть португалия до португалии так-то небольшая а здесь тысячи километров с лишним остров мадейра но откуда там было выводить этого это в дальнейшем гениального пресс привлечения футболиста но его достижение конечно поражает прямо скажу на даже на фоне пиле марадоны и всевозможных там значит крыфов крыфов и зиданов все равно поражают да вот нужно их отследить так что в спорте эти способности сейчас особенно востребованы ну такое общество все зависит от того какие в обществе сейчас приоритет дальше на значит а следующее как бы такое вот условное разделение способности это теоретические 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 определяющие склонность человека к абстрактно-логическому мышлению склонность человека к абстрактно-логическому мышлению склонность человека к абстрактно-логическому мышлению и практически практически лежали лежащие в основе склонности лежащие в основе склонности человека конкретно практическим действием теоретические и практические любые ученые им конечно одной практике мало да в лучшем случае они будут ассистентами вот там допустим что-то подносить или там эти самые растворы до готовит для опытов если речь идет фотохимии или там биохимии вот а соответственно многие теоретики ничего никак не могут что-нибудь сделать на практике да там или своими руками или допустим какую-нибудь систему отопления да хотя могут быть теоретиками именно в области на это так создать и теплофизики да здесь обычно четко прослеживается очень были конечно тот же сару смит например жульвер на да он был и теоретик и практик но давным-давно уже эта специализация довольно хорошо прослеживается есть теоретики которые что-то выдумывают да у которых четко развита соответствующие полушария мозга и обладают хорошо выраженные способности к абстрактно-логическому мышлению и те которые на практике способны что-то создать до чего-то добиться теперь еще вот такое любопытное разделение способностей значит по следующему основанию это учебные 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 которые влияют на успешность педагогического воздействия на успешность педагогического воздействия проще говоря на обучаемость на обучаемость на успешность педагогического воздействия то есть усвоение человеком знаний умений навыков и как вы думаете значит ни за что не догадайтесь здесь какое будет противоположное значение способности это творческие представьте творческий то есть учебные это способность человека заучивать зачастую большие объемы материала лучше других но это ни о чем еще не говорит а вот творческие связанные с успешностью в создании произведений ну скажем так если обобщить произведений материальной и духовной культуры или новых идей или открытий или изобретений и это соответственно совсем другое дело и сразу кто нам приходят на ум когда мы противопоставляем учебные и творческие способности вот есть люди которые не особо то учились да и тем не менее можете привести примеры да инштейн а что инштейн то у нас там александр плохо учился по физике да был двоечником нет ну говорят что это дескать не так но с другой стороны а какие основания верить неспровергателям да и не тем которые так сказать говорили изначально тоже сейчас просто критиканов что не возьми везде влезают с какими-то своими поправками ну поправки тоже не они на чем не основаны это вы так считаете да да действительно ломоносов вот черепку антон самую точку рамануджан так который образование не имел вот александр светличный чем хорош тем что он как чего-нибудь значит кого-нибудь приведет в пример да хоть стойку много ли знает об этом самом рамануджане это хорошо что александр светличный о нем знает а ломоносове все знают да был первым а потом что происходило иван эйнштейн да нет эйнштейн это плохо по гуманитарным так он же в физике вроде преуспел как якобы по физике по легенде он тоже получал или там по математике тоже получал плохие оценки вообще он был прямо скажем нерадимым учеником его чуть ли не школы собирались исключить да вот ломоносов относится к значит череде в смысле к такой плеяде самородков действительно по легенде человек незнатного происхождения из семьи поморов хотя есть значит альтернативная версия что он был сыном внебрачным петра первого поэтому такое ему был такая зеленая улица и была дана но это тоже ничем не доказано но тем не менее на что наводит на размышления во-первых зеленая улица ночью и тут придется с рыбным обвозом из каких-то там холмогор да и сразу тут же пошел как накатами до возглавил академию наук с какого прибуга но были у него верные сторонники но противников сколько было да какого-нибудь не простолюдина наверно давным да давно бы съели хотя бы в области истории знаете эту историю у него всего-то был на один надежный соратник который погиб от удара молнии да по моему рихман так называют такой вот тоже немец но он был неправильный немец он противостоял немцам за силе немцев например в исторической науке очень хорошо учился да это иван жаров это про инштейн опять да ну допустим допустим да вот александр высказал я тоже такое слышал может быть ты сейчас поводил пальцем по википедии и другие знаю и другие информацию почему ради так ли она тиванян да очень приятно так вот значит да действительно саморот виде творчество с учебным случае с ученостью тоже опять же не очень сочетается да есть противоположные примеры и на наоборот масса людей получивших прекрасное образование так ничего и не добились допустим везде в любой области он например это в той же допустим астрономии сколько народу там вычисляла этого пытались обнаружить плутон да вот это небесное тело которое потом сразу сразу радостно объявили планеты и вот никому неведомый молодой клайв томба да и упаснул посмотришь на его это кстати фотографии ну юный такой парнишка да нет современного типа такого да значит сутулый в очочках значит вот взял и открыла туда увидел его до выявил это очень серьезно это можно сказать фундаментальное достижение в астрономии найти планету пусть и разжаловали на разжаловали это уже в наше время да ничем не примечать на другие значит наблюдали рассчитывали там и так далее ничего не добивались то есть поняли да что по этой линии творчество ученость и творчество тоже вполне возможно такое противостояние ну единственное что по талантливости по творчеству еще можно добавить что высшая степень творческих проявлений, высшая степень творческих проявлений, творческих проявлений личности называется гениальностью. 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 Гениальность – это как бы более широкое понятие. А вот если несколько сузить и так записать, высшая степень способности личности, высшая степень способности личности, личности, в определенной деятельности принято называть талантом. Принято называть талантом. Как кто-то там говорил, уж не Эйнштейн ли? Талант – это тот, кто попадает в цели, в которые никто не может попасть, а гениальность – это тот, кто попадает в цели, в которые никто не видит. Слышали такое выражение? Ну, там плюс-минус, но смысл такой. Итак, это вот такое противостояние. Ну, и еще, значит, можно, что касается… Ну, давайте не будем здесь противопоставлять, просто вот коммуникативность у нас там звучала уже, да? Это довольно, прямо скажем, серьезная способность. Так вот, способности к общению, к взаимодействию с людьми, взаимодействию с людьми тоже можно разделить, допустим, связанные со взаимодействием людей с природой, техникой, природой, техникой, знаковой информацией. Это все, согласитесь, будут разные способности, знаковой информацией, художественными образами и так далее. Тоже вполне можно, так сказать, их выделить с природой, техникой, знаковой информацией, художественными образами и так далее. Итак, это вот способности. Ну, конечно, можно по-разному еще, вот, например, так сказать, наш соотечественник Евгений Климов, значит, да, вот Климов как раз, Климов делил несколько по-другому, Климов там разделил на пять основных типов, да, на это, ну, кстати, вот это последнее, да, пожалуй, что, вот Климов именно так вот и подразделил там, у него были буквами, да, обозначены. П – это природа, соответственно, да, растения, животные. Т – это техника, техника, правда, в технику он почему-то вкладывал машины и материалы, машины и материалы. Дальше, Ч – это человек или, так сказать, группы людей, социальные общности. З – это знаковая информация, то есть, значит, это книги, языки, коды, по-современному, да, звучит? Языки, коды, модели, модели. И, наконец, Х – это именно Х, а не Х. Это художественные образы. Это всевозможные произведения искусства. Ну, то есть, вполне, так сказать, логичная, да, классификация вот таких способностей. Все, по способностям мы на этом ставим точку. Ну, еще можно, конечно, найти массу материала, но мы переходим к следующему важнейшему компоненту индивидуальности – это темпераменты. И запишем мы так – типология темперамента. Типология темперамента в единственном числе. Мы сегодня начнем эту тему. Она очень большая. Ну, посмотрим, может, еще кого-нибудь рассмотрим, кроме Гиппократа и Кречмера, посмотрим. Но пока вот типология темперамента и, конечно, темперамент – это вот что-то тоже наряду с характером настолько, значит, индивидуальное и настолько фундаментальное, что, конечно, значит, масса исследований на эту тему существует и, заметьте, с глубокой древности. Значит, начать эту тему можно с того, что издавна, да, издавна, ну, раз древние греки – это действительно очень давно, издавна делались попытки свести практически бесконечное множество индивидуальностей, то есть проблема-то в чем? Как-то вот это все-таки обобщить, да? Практически бесконечное множество индивидуальностей к небольшому числу типичных портретов. К небольшому числу типичных портретов. Типичных портретов. Ну, не только, да, не только такая потребность классификации, не только здесь в психологии существовало, но про химии, да, эту самую периодическую таблицу, так сказать, создать. Ну, вот, там еще в каких-то фундаментальных областях знания к небольшому числу типичных предметов, портретов. И, конечно же, первым был Гиппократ, но прежде чем мы его гуморальную теорию рассмотрим, давайте дадим определение. То же самое оно не единственное. Определение темперамента. Итак, что же такое темперамент? Это те врожденные особенности человека, те врожденные особенности человека, которые обусловливают или обуславливают динамические характеристики. Динамические характеристики. И динамические характеристики, просьба выделить динамические характеристики интенсивности и скорости реагирования, интенсивности и скорости реагирования, степени эмоциональной возбудимости, степени эмоциональной возбудимости, возбудимости в скобках уравновешенности. Кто-то возбудим, а кто-то уравновешен. Это зависит от темперамента. В скобках уравновешенности. Поставим еще запятую. Особенности приспособления к окружающей среде. Особенности приспособления к окружающей среде. Итак, начиная с древних греков, психология во многом сводилась к приспособляемости, к адаптированности человека к окружающей среде. И вот поскольку типы темперамента очень сильно различаются между собой, то, конечно, напрашивается вывод, а какой из них лучше приспособлен к этой самой окружающей среде. В данном случае, конечно, это не столько природное, сколько социальное. Ну и еще такая оговорка, прежде чем мы перейдем к теории Гиппократа, это то, что не бывает однозначно, не бывает однозначно, лучших, в кавычках, или худших темпераментов. Лучших или худших темпераментов. Каждый из них имеет свои положительные стороны. Ну и, соответственно, что? И не очень положительные, ну, не будем говорить отрицательные, да? Поэтому главные усилия каждого человека должны быть направлены не на переделку темперамента, ну, вот такой нам каждому конкретно дан темперамент, не на переделку, данного ему темперамента. А это невозможно в силу врожденности этого темперамента. Ну, не стать меланхолику, забегая вперед, так сказать, сангвиником. Хотя, может быть, и очень хотелось бы, да? Пусть сангвиники, так сказать, радуются жизни, у меланхоликов есть свои преимущества. Это врожденное переделать невозможно. А нужно, наоборот, значит, разумно использовать достоинства конкретного темперамента, разумно использовать достоинства конкретного темперамента и, по возможности, нивелирование, нивелирование его отрицательных граней. Нивелирование его отрицательных граней. Вот только так можно приспособиться к окружающей среде, к окружающей действительности. и так значит первая теория гуморальная 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 вот гумор это значит жидкость до гуморальная и принадлежит она отцу в кавычках медицины гиппократы тот самый гиппократ который происходит с острова коз это в идейском море до большой греческий мир эллинистический гиппократов до него были попытки но они нам малоизвестны и стоит ли они говорить гиппократ и так значит гиппократ читал что темперамент человека определяется тем какая из четырех жидкостей ну раз он отец медицины просто так же его не нарекут таким почетным титул значит он знал какие жидкости текут так сказать внутри человеческого организма какая из четырех жидкостей организма преобладает преобладает если преобладает кровь или сангвис сангвис по-латыни сангвис по-латыни но позже назвали да смутно догадывались как то вот так вот римляне своими переделывали да по своему разумению греческое наследие но не сильно конечно переделывали наверно знаете что допустим если взять искусство то греческие вот эти вот знаменитые скульптуры на допустим скульптурные под портреты там группы и так далее вот тот же лаукон с сыновьями известны по древнеримским копиям копии были замечательные да и мы в основном только и судим по ним вот самой греции ну разве что венера милоская да была раскопана там при таинственных обстоятельствах была похищена мы вроде не таинственных скажем так криминальных до обстоятельствах руки и обломали значит варвары когда вот она вот греческая чисто в основном конечно римский но тем не менее сангвис это конечно с латыни кровь так вот если преобладает кровь сангвис то темперамент будет сангвине сангвrender часки сангвинит то есть энергичный быстрый жизнерадостный обратите внимание жизнерадостный общительный общительный легко переносящий легко переносящий легко переносящий. Жизненные трудности и неудачи. Жизненные трудности и неудачи. Привлекательный тип, да, и вот среди знакомых практически всех людей обязательно найдется хотя бы один сангвиник. Веселые, неунывающие, в центре внимания всегда играют на музыкальных инструментах, но, во всяком случае, обычно раньше сангвиники охотно этим занимались. Дальше, следующее, если преобладает желчь, в переводе, значит, холе, 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 желчь, то человек будет холериком, холериком. То есть холерик это тип желчный, раздражительный, возбудимый, возбудимый, желчный, раздражительный, возбудимый, не сдержанный и чрезмерно подвижный человек. Нездержанный и чрезмерно подвижный человек. С быстрой сменой настроения. Быстрой сменой настроения. Но я понимаю, да, Ивана, ну, значит, назвали несколько позже. Может быть, там звучало не очень красиво по-гречески, да? Ну, сангвис это однозначно с латинского кровь. Да, Римской, конечно, империи. Гиппократ – это классический эллинистический период. Они тогда воевали с персами, да? Воевали с персами. Это еще вообще до Александра Македонского было. Потом уже, ну, можно по-разному. Вообще-то, некоторые считают эллинистический, это как раз уже держава Александра Македонского, да? Ну, потому что эллинский мир, он далеко за пределы исторической Греции, да, распространился. Ну, по-разному можно считать. Ну, да, это, конечно, до Римской империи. Потом римляне завоевали, да, все это время. Ну, они мягко завоевали. В принципе, они греков считали равными себе, да, римляне. Вот всех остальных они называли варварами, да? Вот, потому что варвары, помимо того, что говорили на непонятном языке, да, им вышлось варварвар, да? Они еще и носили штаны. Это считалось вообще самым, что ни на есть, признаком дикости и необузданности, да? Вот. А вот греки, наряду с римляне, они кутались в разные там хитоны, туники, допустим, и поэтому считались тоже такими. Ну, в общем, римская, римская, вот эта цивилизация, она во многом, конечно, на греческой основе, безусловно. Так вот, значит, с быстрой сменой настроения. С холериками очень сложно в быту, да? Вот. Но, забегая вперед, холерики где хороши, на каком поприще? Холерики. Сложно с ними в быту, да? Его посадишь в какую-нибудь научную работу писать, а ему это скучно, правильно? Хотя, может быть, даже для других и интересно будет. А, театр. Вот, да, совершенно верно. Политика, правильно. Ну, политика только черевком, Антон. Антон, политика даже не... Сангвините лучше в политике, да, языком болтать. Вот это нормально для них, для сангвинников. Они веселые, общительные, правильно? Ну, есть, конечно, исключения, типа, Песков, вот он невеселый и необщительный, да? Еле языком ворочает, рептилоид этот день, но, тем не менее, уже сколько лет держится на самом верху. А так, типичный вот у нас так выходец из Долгопрудного, допустим, этот самый, Надежный Борис Борисович, да? Вот вам политик. Ну, он, правда, сейчас недействующий, очень любит болтать языком, неизвестно о чем, да? И всегда веселый, всегда довольный. Ну, жизнь удалась, да? Детей много, вот, денег зарабатывает много, потому что по всяким ток-шоу шарится. Вот. Вот лучше еще в социальных средах, Иван, это очень общее сказано. Вот где без холериков не обойтись? Когда что? Какая ситуация складывается? Руководители, да, Кирилл очень близко, но руководители и сангвиник вполне справятся с руководством. Да и флегматик, пожалуй, мы еще не дошли до них, потянет. Так, ну, все гораздо проще. Вот где нужно неистовство, да? Где нужно, скажем так, вот эта подвижность, да? И даже несдержанность будет очень даже кстати. Во, военный, правильно. Вообще лучше все это вообще-то сказать там, где нужно геройство, героизм. Да, вот герои, крупные, так сказать, титаны, значит, в политике, допустим, в каких-то там исследованиях неизвестных, значит, земель. Да, вот без холерического темперамента никак не обойтись. Да. Ну, по некоторым данным Колумб был как раз холериком, да, одержимым. Тут всего оставался один день до массового восстания на его этих углых каравеллах. И все-таки, значит, он добился того, что впереди смотрящий увидел землю, да, когда они плыли неизвестно куда. Ну, есть, правда, данные, что он знал, куда плыть, но это ни на чем не основано, опять же. Так вот, значит, холерик. Ну, давайте еще быстренько, значит, если преобладает слизь или флегма. А вот флегма – это уже точно греческое. Да и холе греческое, да? Вот с английского как-то выпадает латинское. Флегма, слизь. То темперамент флегматичный. Это спокойный, медлительный, уравновешенный человек. Спокойный, медлительный, уравновешенный человек. Медленно, с трудом, переключающийся с одного вида деятельности на другой. На другой. И, что очень немаловажно, плохо приспосабливающийся к новым условиям. Это флегматик. Ладно, я вас не буду спрашивать, что уже тут что-то вроде звонок, да. Значит, это исполнитель, да, флегматик – это исполнитель. Итак, значит, холерик – это герой, да, или военный, например. Вот с ангвиником можно наоборот политик в скобках руководитель, а флегматик – это исполнитель. Во всех областях действий без флегматиков не обойтись. Когда с ангвиник, так сказать, скажет, что все пропало, допустим, холерик, вообще бросит эту сферу деятельности флегматик, все может вытянуть. И, наконец, меланхолик – это когда преобладает черная желчь, меланхолия. Меланхолия – черная желчь. Это болезненно застенчивый, впечатлительный человек. Склонный к грусти, робости, замкнутости. Грусти, робости, замкнутости. Быстро утомляемый и чрезмерно чувствительный к невзгодам. Кажется, как плохо быть этим самым меланхоликом, да. Меланхолический темперамент, там всякие, значит, о них можно много чего, их там обижают дети в школе и так далее. Но меланхолик – это кто по своему предназначению жизни не мог? Среди кого больше всего меланхоликов? Итак, там был политик-руководитель, сангвиник. Здесь холерик – это герой военный, флегматик-исполнитель. А меланхолик – кто вот так глобально? Да, творцы, творцы. Молодцы и философы сюда, и светличный Александр. Да, музыканты, художники, творцы. Вот среди творцов как раз преобладают меланхолики. Сангвинику не потянуть, да. Он по верхам пробежится, какой-нибудь там, значит, сюиту из трёх аккордов кое-как там слепит, будет убеждать, что это гениально, и ему никто не поверит, да. А вот всевозможные Верди, Рассини, да. Я уже не говорю про Вагнеров. Ну, Вагнер, он был и холерик, это уже меланхолик. Тут мы дальше будем говорить. Это не обязательно, что наличествуют только эти черты. Они иногда пересекаются, но, тем не менее, основа вот именно такая. Всё, к сожалению, у нас больше нет времени. Итак, на всю эту тему у нас остаётся только одна лекция следующая. Понятно, да? Потом у нас будет социальная психология, пару лекций, и, пожалуй, что, да, и одну, может быть, на педагогику, и не более того. Итак, значит, доведены вопросы, ну, можете готовиться, значит, по одному вопросу будет на каждого, ещё раз повторю. А вот какие именно, это вы уже узнаете в день экзамена. Всё, на этом заканчиваем. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...